Когда вы в конфликте, помните о том, что вы сражаетесь за результат, разрешение. Вы боретесь за нас, за обе стороны. И в процессе вы можете определить, если этот конфликт должен быть разрешен или не должен быть разрешен в тот определенном времени. Все, что меня беспокоит в моем муже, не должно быть разрешено. Последние 34 года мы поняли друг о друге то, что некоторые вещи нам нужно просто принять друг к другу. Мудрость заключается в том, чтобы определить, распознать, что нужно, чтобы было разрешено. Один хороший вопрос, который вы можете задать себя. Могу ли я с этим ужиться последующие 50 лет? Иногда, да. Но это не проблема моего мужа. Но для некоторых женщин, жён, их раздражает тот факт, что их мужья не поднимают свои грязные носки и не бросают их в корзину для стирки. Скажите, пожалуйста, это должно быть разрешено? Этот вопрос должен быть разрешен? Yes. Well, it just depends. There are some times it's like, I'm tired of fighting about it. I give up. Некоторые женщины скажут, слушайте, я перестала уже, я устала бороться с этим, и они просто принимают. I know, if I am trying to make him change, that's not a good thing. Но тот факт, чтобы принять во внимание, что я должна его изменить, это неправильно. The purpose of having a conflict is not to change somebody. Цель конфликта не изменить человека. That's Holy Spirit's job. Это Духа Святого Работа. Kirk has changed. И Kirk изменился. I have changed. But he didn't change me. I didn't change him. И я не изменила его. I learned years ago, that if Kirk, if I wanted, if God, if I needed Kirk to change, I needed to pray to God before I talked to Kirk. И я буду разговаривать с Кирком. И это было удивительно. И я ходила, и я молилась, и говорила, Боже, Ты видишь, что это должно быть изменится, это должно измениться. А теперь я это даю тебе. И это было удивительно, как Бог говорил к нему. Или как Бог открывал дверь, чтобы я говорила к нему. И только после, уже много лет спустя, я узнала, что то же самое он делал. Что он хочет, чтобы я изменилась. И он молился так же, что, Господь, я не могу изменить, но Ты измени ее. И каким-то образом Бог давал мне откровение, и я менялась. И некоторые конфликты вам не нужно разрешать самим. Некоторые из них, вам нужно просто принести к Богу, и пусть Бог принесет свой ответ, свое решение. Okay. I just finished last year, I got my master's at Oral Roberts University. Я в прошлом году закончила, защитила диссертацию в университете Oral Roberts. And my master's is in a Christian school administration. И мое образование, это образование и школа администрирования, христианского образования. Because I've been in the administrator of a Christian school. Потому что я была администратором, ну, ты как директором самым старшим в школе христианской. И вы знаете, люди, которые занимаются образованием, они заинтересованы узнать, как люди вообще принимают знания, сам процесс получения знания. И очень важно понимать, что каждый человек, он по-разному воспринимает информацию. Есть люди, которые очень конкретно понимают. Есть люди, которые абстрактно понимают. Есть люди, которые думают так последовательно. А есть люди, которые хаотично думают. Я вышла замуж за конкретного мыслителя. А я хаотично думаю. И вы знаете, это может побудить много проблем, конфликтов. Но это не грех. Мы просто разные. И вы знаете, это даже еще намного смешно, когда наша дочь еще добавляется к нам. Потому что она вообще творческая природа. Она думает и хаотично, а также абстрактно. И потом она пытается поговорить с папой своим. И вы знаете, что им нужно прилагать усилия. И в то время, когда вы будете изучать этого человека, за которого вы выйдете замуж или женитесь, настройтесь узнавать этого человека, как он вообще думает на процесс мышления. Если я бросаю информацию к Кирку очень быстро, он не может очень быстро процесс, вот этот процесс занимает намного дольше, чтобы он понял то, что я говорю. И он очень умный человек. Но это ничего общего не имеет, насколько интеллектуальный ты. Или умный. Или, например, он пытается что-то мне объяснить, и он мне бросает эти детали. И вы знаете, для меня это слишком много. И он меня теряет. И вы знаете, что я тоже умная. Но процесс мышления у нас совершенно другой. Процесс мышления информации или донесения информации, как мы воспринимаем ее, у нас по-разному происходит. Поэтому, если вы хотите разрешить конфликт с кем-то, вам необходимо сначала настроиться понять этого человека. А теперь я хочу использовать доску. Потому что это еще одно, что женщина пыталась мне объяснить, чтобы я поняла. Спасибо. Вы знаете, что как у женщины разум сотворен и мужской отличаются друг от друга. Вот так мужской разум выглядит. Вот это дыры. Разные дыры. Может быть, это заполнение работой. Это семья. Это церковь. Может быть, проекты на работе, и там тоже есть заполнение. Жена, дети. И семья. А это церковь. Представьте себе. И представьте себе, муж и жена едут в церковь. И он сейчас находится здесь со своей женой. И предположим, что они поругались по дороге в церковь. И вот они не разрешили этот конфликт, но время уже быть в церкви. И вот он уходит. Он оставляет эту дырку. Он закрывает эту дверь. И вот он заходит сюда в поклонение. Он поклоняется Господу. Нет проблем вообще. Потому что он оставил конфликт со своей женой вот здесь. Таким образом Бог сотворил мужчину. Потому что это его гормоны так устроены. С другой стороны посмотреть, можно найти понимание, каким образом сотворен человек. Представьте себе, ему нужно идти на войну. И нужно бороться. И как бы он иначе пошел бы, если бы он не смог закрывать определенные двери. Как он может думать о бизнесе, если он будет думать о жене и о конфликте, о споре с женой, которую он имеет. Он не смог бы быть в бизнесе тогда. И вот это мужчины. А вот женщины. Вот так они думают. У нас большая комната. Все у нас в одной комнате. Вот так мы созданы. Поэтому женщина, она не может просто закрыть двери и пойти и славить Господа в церкви свободно. Она не может уйти, убежать, потому что все в одной комнате находится. И это невозможно для нее выйти из машины, идти в церковь и поклоняться. А потом она смотрит на него, а он... И видя его, еще больше конфликт взрывается внутри нее. Как он это может делать? Но проблема заключается вот в чем. Когда церковь заканчивается, это значит, что он может никогда не вернуться сюда. Он может забыть об этом вопросе. И для жены это немного опасно напомнить ему о том, что нужно вернуться. Но пусть Бог благословит его, потому что ему нужна помощь в том, чтобы он понимал, что на самом деле там проблема, что нужно разрешить эту проблему. Если мы могли бы понять друг друга, это будет намного легче. И вы знаете, что на самом деле вы женитесь или выйдете замуж за того, который очень похож на вас. Не похож на вас. Необходимо и мужчина, и женщина, чтобы показать Божий образ. И нам нужно прийти к пониманию понимание друг друга. Теперь, когда Кирк и я, мы говорили немного раньше, я спросила его, если есть что-то, что нам нужно сделать. И он сказал, что да, есть. Кирк, you want to come on? Кирк. You can't rush him. Вы знаете, что его торопить нельзя. Кирк, вы знаете, что его торопить нельзя. Кирк, вы знаете, что его торопить нельзя. Шаг за шагом. Давайте откроем Экклесиастов 4. С 9 по 12 стих. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Так же если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Это Божье Слово. Бог установил причину, почему мы не должны быть одним. Он сказал, что двоим лучше, нежели одному. Что нам нужно, у нас будет награда за нашу работу. Все в этом мире заключается в работе. Отношения, брак, это все работа. Это работа. Если кто-то говорит, что это легко, вам нужно предлагать усилие, чтобы иметь хороший брак, нужно работать. Господь говорит о том, что будет награда за хорошую работу. Враг, Сатан, он также знает об этом. Причина, почему Сатан атакует эту работу. Как Керон сказала, что в Бытие написано, что он атаковал сначала эти отношения между мужем и женой. Это не означает, что вы не можете иметь хорошую жизнь без брачного союза. Но Божье предназначение человека на земле, это чтобы иметь владычество, чтобы управлял человек землей. Чтобы его царство, оно увеличивалось. И если враг сможет убрать, уничтожить первый принцип семьи, тогда он сможет разрушить Божью цель через нас. Причина, почему он сказал, что двоим лучше, нежели одному, является той, что если один упадет, то другой может поднять, ободрить. Если один падает, то другой может помочь. Это говорится о нужде в человека, который бы успокоил, утешил. Принес комфорт. И в 12-м стихе написано, что если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нам нужны те, которые бы воевали за нас. Потом он говорит о том, что трое скрученная веревка, нитка, она не скоро порвется. Это можно приобщить к разным ситуациям, но я думаю, что номер один, это относится, можно отнести к мужу и жене, отношения мужа и жены. Да, Кэрин и я, мы имеем завет между собой. Но мой завет первоначальный, что я обещаю Богу, чтобы заботиться о ней. И ее завет с Богом заключается в том, что она будет заботиться обо мне. И мы не можем оставить Бога вне. И враг приходит для того, чтобы разрушить этот завет. И когда мы в конфликте, мы начинаем сражаться друг против друга. И когда у нее есть конфликты, это значит, что что-то есть неспокойствие в ее сердце внутри нее. И тогда моя задача в том, чтобы я должен сражаться и бороться за нее. И также ее работа бороться за меня. Чтобы мы могли выиграть это сражение вместе. Но враг хочет прийти и разрушить это. Исайя, 58 глава. Здесь говорится о том, что угождает Господу. Очень много важных принципов написано в этой главе. Но я говорю о некоторых. Которые, я верю, говорится о том, что нужно бороться за браки. Вторая часть девятого стиха. Когда ты удалишь из среды твое ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно. И тогда можно добавить первую часть, что написано, там ответ на вопрос, что же случилось. Так как Адам ответил в начале, обычно вот так же и я реагирую на ее замечание или то, что у нее происходит. И вот эта проблема заключается в том, и мы начинаем указывать пальцем, чтобы обвинить кого-то. Важно, чтобы взять ответственность на себя, вместо того, чтобы указывать пальцем на кого-то или искать причину, почему это происходит. Но просто принять и взять ответственность. Когда мы говорим о беззаконии, чтобы остановить это беззаконие, вы знаете, что когда мы консультируем пары, то мы обнаружили, что самые большие раны и обиды происходят тогда, когда супруги обзывают друг друга словами. И если мы не можем обозвать друг друга именами, тогда мы включаем в конфликт их семьи. Да не только ты плохая, но еще твоя мама там в придачу. И мы тогда приносим в конфликт еще других родственников. That speaking wickedness can be another word that's used in the New Testament is profanity. I don't know any bad words in Russian or Ukrainian. Но я знаю на английском, как они звучат. Но это не сущность того, о чем Бог говорит. Когда я начинаю обзываться или выражаться нецензурными словами, то я начинаю выражаться противоположным тому, что Бог называет хорошие. В начале, когда Бог сотворил человека, Он сказал, что это хорошо. Потом Он сотворил женщину, потому что... I'm sorry, мужчине нужна была помощница. И помните, когда Адам обвинил женщину, сказал, что это женщина, которую ты мне дал. Другими словами, что не я, а вот этот человек, он плохой человек, но не я. Когда Бог назвал это добро, это хорошо. Если вы женаты или были женаты, вы, конечно же, называли и обзывали своего супруга плохими словами. Правильно? И что произошло, мы открыли дверь для врага. Чтобы контролировало отношение. И человек, который открыл дверь, является тем человеком, который может закрыть эту дверь. Если я закрываю эту дверь, то только я имею силу закрыть эту дверь. Иисус сказал, что Он имеет силу открыть дверь, которую никто не может закрыть. И как последователи Иисуса, мы тоже имеем силу и власть открывать определенные двери и закрывать. И все, что нам необходимо сделать, это взять ответственность. Каждый из нас открывал двери в тех местах, где нас обижали. Люди предполагают, что другие сделают определенные вещи. И неоправданные ожидания. Мы когда женимся, то ожидания такие, что моя жена будет уважать меня. Но если я веду себя как последний идиот, тогда автоматически я не могу ожидать, что она меня будет уважать. И с достоинством относиться ко мне. Потому что Бог дал мне ее как помощника. Если бы я хотел сам, у меня есть все право быть этим. Но Писание говорит, что двоим лучше быть, чем одному. Нам нужно ходить в взаимоотношениях. Самое большое искушение — это обвинить другого человека. Нам нужно посмотреть на Бога, в первую очередь. Перед ним я стою или падаю. Какое слово? Просто для визуализации, но я пытаюсь подумать на что-то легче. Хорошо. Я не знаю, что мы будем делать. Многие моменты, мужчины и женщины結婚, и женщины и женщины посмотрят на ее мужа, чтобы, you know, просто сказать ей каждый день, что ты их лучший. Метер-неджер. Метер-неджер. Я вижу в культуре мира, не только в Украине или в Америке, что мы не учим своих детей ценности, чтобы они видели и знали ценность, что они цены от Господа. И они вступают в браке, и они ожидают, что другая сторона будет говорить, что ты хороший, ты добрый. И что происходит автоматически, уже установлен на конфликт эти отношения. Мы грешники. Мы не можем делать. Мы несовершены. Мы должны принять кровь Иисуса Христа и ничего другое. Если я не чувствую себя хорошо в моих отношениях с Иисусом Христом, то ничего не получится, чтобы я не делал, не сможет заставить ее чувствовать обо мне хорошо, или я буду о ней чувствовать хорошо, если нету этих отношений с Господом. Когда вы перестанете говорить оскорбительное друг другу, то я верю, что мы сможем сделать то, что в 12 стихе написано. И застроиться потомками пустыни твои. И ты восстановишь основания многих поколений. Я верю, что у нас есть возможность изменить и курсы семьи. Мы говорили о семье, о том, что это начало. Многие из вас разведены. Или не живете вместе по разным причинам. Но это не конец истории. Я не здесь для того, чтобы исправить ваш брак. Мы здесь для того, чтобы узнать Божьи принципы, что Он думает о браках. И Он говорит здесь о том, что мы можем восстановить то, что было нарушено случайно. И мы здесь хотим сейчас служить вам, что, может быть, вы чувствуете, что что-то в вашем браке прошлом, что-то не получилось, и вы неудачник. И отношения, которые были за пределами Бога, они вас подвели. И мы все имеем на разных уровнях такие ситуации. Но Бог ищет людей, которые будут брать принципы семьи и отношений. И говорить в эту неудачу и говорить, что будет вот так, по-божьему. И не говорить так, что, оу, брак настолько тяжелый и трудный, поэтому я вообще не буду жениться, не хочу жениться. И большинство людей в Америке вот так они и поступают. Они живут вместе, и они говорят, вот мы попытаемся, если это сработает, то мы женимся. И иногда даже выглядит, что это работает лучше. Но это манк, потому что враг пришел, чтобы разрушить это основание. Но Бог хочет восстановить. Он говорит, что мы можем быть теми, которые восстанавливают мосты, и ремонтируют и восстанавливают там, где живут. Или чтобы жить. Когда Кирк говорил, мысль пришла ко мне, что некоторые из вас, может быть, многие из вас, которые страдали из-за того, что была неправильная власть над вами. Может быть, это был муж, может быть, это отец. Но если мы будем тем, кто ремонтирует мосты, давайте будем принимать исцеление. То, что пришли к тому месту, понимание, где мы осознаем, что подожди-ка, та власть неправильна. Неправильна относилась ко мне, и, может быть, оскорбляла меня. Может быть, муж это был. Может быть, это отец ваш, который оскорблял вас. Может быть, обстоятельства были такими. Были такие тяжелые, трудные, невыносимые. Но в процессе изучения о браке и семье, мы не хотим здесь быть для того, чтобы просто складывать факты в разуме. Мы хотим, чтобы эта правда и истина растворилась во всех уголках и тканях нашей души. Для тех из вас, которые переживали разводы, мы хотим разрушить все, что удерживало вас. Это нормально? Все, что повлияло на вас в процессе развода. Разведенных, да. Это место Писания. Написано, что будешь восстановить основания многих поколений. Имеется в виду, что восстанавливайте дороги, улицы. Что мы хотим сделать, восстановить те дороги, которые вы когда-то ходили. И они были разрушены. И чтобы вы были теми людьми, которые могли установить курс. Только потому, что у вас была неудача в браке, это не означает, что вы не можете стоять в проломе и быть ходатай, молиться. И сказать, что Божий принцип — это завет. Это Божья идея. Это не моя идея. И если я хочу творить и создавать Его царство, то я ободряю людей ходить по этим принципам. Давайте сейчас помолимся за вас. Господь, сейчас я поднимаю каждого человека здесь в этой комнате или те, которые смотрят или прошли то, что мы говорили сегодня. Господь, я знаю, что ты не любишь разводы, но ты любишь людей. И Господь, во имя Иисуса, я прошу, говори исцеление в сердцах. И Господь, где была неудача, где был неуспех, где был грех сделан, мы сейчас говорим, чтобы ты удалил это. И Господь, в тех местах, где студенты, они были неудачны. И Господь, я осознаю, что некоторые здесь присутствующих думают, что конфликт закончился, потому что другая сторона просто исчезла из их жизни. И я молюсь о том, чтобы благодать Твоя пришла в их сердца. Благодать простить. Благодать высвободить. Благодать доверять опять. Господь, во тех местах, где дьявол атаковал нашу ценность. И я сейчас провозглашаю, что мы сотворены в Твою образ, Твою подобие. Мужчина и женщина, мы сотворены в Твой образ. Отец, вот даже осознавая этот факт, мы уже осознаем, что мы ценны. И Господь, тот факт, что Иисус умер за нас, придаёт нам ценность. Отец, я прошу, чтобы Ты пришёл и исцелил каждого. Каждое сердце, там, где есть остаток сомнения, что мы не ценны.